Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в Tower Conquest Так, заходим на тренировку и забираем наш отряд Ну и сразу же его отправляем обратно, пускай тренируется Так, в магазине, что у нас тут бесплатно? А бесплатно у нас крестьянин Хорошо, так, на арене мы получаем всего 15 карточек на смотрителя и ко всему прочему идет у нас Понятно, короче, пага дойдет, щитобот, сфера и 5384 монеты Допустим Так, здесь у нас будет награда высшего уровня, это замок По-моему, если не ошибаюсь, замок у меня прокачан, но я могу ошибиться, ребят Сейчас вам точно этого не скажу Ну что, берем на... Погоди секунду Какой этот? Не этот отряд, мы всегда играем первым Почему первым? Потому что он менее всего пригоден для нормальных боев Так сказать, это самый-самый запасной вариант Почему? Потому что здесь очень мало танков, ребята, а в данный момент он вообще один И это именно Джеггернаут Остальные идут просто на перехват В принципе, эта команда у меня создана против таких вот, как Ронин и тому подобное Быстрых, короче, юнитов Пришелец, когда на тебя летит Так, ну что, давай посмотрим, что у нас на ежедневке идет Ежедневное испытание Я так понимаю, там у нас разыгр... О, да Друидка Друидка, ребята, нам нужна У нас сколько вообще не хватает для ее прокачки, чтобы на фуку О, еще дофига, ребят Почти 400 карточек Ну, почти там 362 карточки, чтобы быть точнее Поэтому давай потихоньку-полегоньку, но зарабатывать нам надо на нее Так, битва Вот такой вот здесь отряд, мы собираем свой отряд Ну, во-первых, я беру всегда сферу С друидкой лучше не шутить Также я возьму, наверное, здесь молотильщика Возьму Ронина Возьму рыцаря-мага Можно, в принципе, взять здесь Подожди А кого лучше тут взять-то? Так, ну понятно, что против друидки Наверное, нам стоит брать друидку Она, наверное, не успеет выйти Но вдруг, вдруг что-то пойдет не так Чтобы мы могли ее перехватить И, наверное, я возьму Баллисту Единственное, здесь у меня Вообще ни одного танка нету В этом отряде А, врул Чое Нету ни одного танка Рыцарь-маг Это и есть наш танк Причем очень хороший танк Который имеет отражение И тому подобное Так, сделаем Наверное Вот так вот И плюс Сейчас я выпущу еще Ронина А Ронин, как всегда, у нас Бежать не собирается Опа, он не успел Он не успел И, в принципе, за три секунды Ребят, мы уничтожили замок вражеский Это хорошо Так, у нас получается сколько? Двадцать Я уже забыл сколько А, двадцать три карточки нам дают Но все-таки Все-таки неплохо Потом, по-моему, дают нам Двенадцать И в конце восемь Должно быть так И того у нас получается Где-то около сорока, да? Двенадцать, восемь, двадцать И там двадцать три сорок Три карточки В общей сложности мы получаем Почти полсотни Что, как по мне Это очень даже неплохой результат Ну что, ту же самую команду Наверное, выберем Этого даже можно не брать Потому что он не успевает у нас выйти Тут надо очень быструю команду брать Я вот, например, предлагаю взять еще Где тот прыгун? Я его не вижу Вот он, прыгуна взять Например И Вот Джена не буду Потому что он не наносит урона Замку Что-нибудь дальнобойное такое И дешевенькое хочется А у нас ничего такого дешевого И дальнобойного нету Ладно Давай тогда обратно возьмем Молотильчика Где он у нас Вот он Ну что, поехали Второй поединок У нас всего их три будет Погнали Та же самая, ребят, система Вызываем вначале мага-война Потом прикрываем его, наверное, Ронином, скорее всего Если Ронин вообще выбежит с истерикой Вообще будет великолепно Потому что схема у них одна и та же Они ничего не... О! Смотри-ка, он сразу выпустил копейщика Это что-то новенькое Так, давай молотильщик тогда еще на помощь позовем Замок сразу включает отражение Но отражать, по большому счету, урон нет Потому что ни одного юнита у него нет А сам замок, насколько я понимаю, отражение на него не работает Ну что, на этот раз мы получаем Что-то мне или кажется, или сундук преобразился Вроде не было вот этих вот синих камушков раньше Сейчас он как-то немножко по-другому смотрится Ну что, и последний у нас поединок Абсолютно ничего менять не буду Оставлю все как есть Так, так, и... Где у нас? Ага И прыгуна На всякий случай Все, поехали Сейчас еще один бой сыграем И, в принципе, все Будет у нас все отыграно В принципе, уже можно и выпускать Так, вызываем, наверное, сразу Рунина еще Красавчик Рунин А-а-а, вот что Блин Ну, хорош, хорош, хорош Так, сейчас, по-моему, еще один паладин выйдет Сразу его вот так вот уничтожаем Ай-яй-яй-яй-яй Вот сейчас, конечно, ему повезло Почему, ребят, повезло? Потому что отражение поставило Замок Ну, я думаю, что это его, конечно же, не спасает И мы с тобой проходим полностью это событие Замечательно Там сколько? 8, по-моему, сейчас карточек нам дадут Да, 8 Ну, все Здесь, ребят, мы закончили Теперь идем куда? Ну, естественно, на основные наши поединки По-моему, мы в прошлой серии, да Только-только перешли на новую локацию Если я не ошибаюсь, там 16-я была Да, это уже 17-я впереди Ну что же, поехали Здесь у нас территория нежити И в принципе... Нет, этот отряд брать не стоит Потому что здесь чумная Лучше... Лучше, конечно, брать тот отряд Против чумнухи Ну, кто у нас тут такой? Ниндзя? В принципе, ниндзя против чумнухи Очень даже неплохо действует Но... Наверняка нам придется сделать Вначале поставить какого-то Так сказать Танка Типа вот так вот Он медленный Пока эта фигня будет по нему стрелять Мы успеем вызвать еще и ниндзя Еще и молотенечко Блин, там кислота Ладно, нормально Расстреливаем Шикарно Замедление ставим Ну, а дальше Все как по нотам Просто разносим замок Можно даже немножко ускориться Ну... Первый поединок, как всегда, за нами Я другого даже и не ожидал Ну что, поехали Здесь прибавляется привидение Ну, единственное, для кого он опасен Это, наверное, для молотильщика Ниндзя еще кое-как поживет А вот Молотильщик будет умирать, по-моему, с двух плюшек Если я не ошибаюсь Так, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп Голем, голем Куда ты попер Блин, я успею вызвать этого? Успел Ну, здесь ему не совладать Сейчас мы еще ниндзя вызовем Ниндзя тут немножко побомбит Вот посмотрим, кто получает больше урона А они, в принципе, одинаково, кстати Получается, друзья Я не понял Призрак сейчас умер на шипах? Вот этого я не знал, если честно Что призрак умирает на шипах Теперь знаю Круто Он летел На шипах остановился и Погиб Прикольно Так, у нас третий Ой, ёк, макарёк На третьем этапе нас встречает Служитель тьмы Вампир-перекачник Как я его раньше называл Потому что он перекачивает наши ХП к себе Ну, не именно к себе, а Обычно перекачивает на танков А танки у него кто? Конечно же, вот этот вот голем Так, ну что Мы для этого, наверное, подготовим Нашего Таракошу Призрака здесь, насколько я помню, нету Поэтому мы можем спокойно вызвать молотильщика И, ко всему прочему, еще и ниндзю Плюс Сделать замедление Ну, давай, 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 давай Готов Есть Просто на корнях погиб Просто, ребята, он погиб на корнях Блин, этот голем Видишь, он стоит и Мы до него, ну, не дотягиваемся до Чумной мыши Ну, я думаю, что здесь все Песенка его спета Ничего он тут сделать больше не успеет Прекрасно Так, ребята, двигаемся дальше Не, по-моему, что-то как бы поменялось, да? Мечи как-то по-другому Или я просто давно не играл, что-то Мне как-то это Все в диковинку Так, вот здесь вот у нас Некро С Некро очень хорошо справляется Молотильщик Только в том случае Есть и отправляет Циркулярную пилу То есть он убивает сразу же Колобков всех И, соответственно, саму Некро Ну, и, конечно же Богиня Солнца Тоже легко с ней расправляется Потому что она очень медленная Блин, тут призрак И он просто ее может зажарить Ой-ой-ой-ой-ой А вот тут я не знаю, ребят, как пойдет Сейчас посмотрим Нормально, нормально жарит Конвойер Отлично Вот эта самая бесява Когда она погибает И после себя Выпускает очень много Колобков А в остальном В остальном Я никаких, ребят, этих не вижу Проблем Вообще никаких проблем не вижу И мы должны тут, в принципе Пройти Да, у нас получается Шикарно Мы еще и квест Лавина Завершили Ну, давай Заберем награды За квесты Так, насколько я понимаю Так, насколько я понимаю У нас последний этап Здесь у нас Старый воин А если я, например, не буду менять А попробую отыграть Своим вот этим отрядом Обычно мы на боссах Берем наш Суперотряд А здесь я не хочу, например Я вот попытаюсь Пройти Его своим силам Конечно, я не спорю Ребята, Старый воин Это Жесткий, очень жесткий Типок Который очень сильно бьет При этом он еще Оглушает Весь отряд Ну, такой, знаешь Мерзкий типок Блин, опять мы до ниндзя Не достаем Ой, до ниндзя До Чумнухи до этой И ниндзя моя на кислоте погибает Офигеть Шипы я, наверное, придержу Так, она начинает Тут колбасить Пора, наверное, вызывать Шипы Плюс вызовем Богиню Богиню Солнца И сейчас, наверное, должен уже В принципе, выйти Вот он, ребят Урон Он, конечно, получает Просто мизер А знаешь, в чем еще Большущий? Большущий Огромная беда Ребята, огромнейшая беда У нас стоит Перекачивальщик Перекачивальщик Энергии Ну, я имею ввиду Служитель тьмы Есть В принципе, нас выручил именно Молотильщик Как? Да легко, ребята Легко он нас выручил Благодаря тому, что Пилу он выпустил по земле И служитель тьмы Который там стоял вдалеке Он просто отдуплился Он погиб от этого Поэтому выпускаем опять корни Что-то там творится Ё-моё Посмотри Насколько я помню Он может повторно вызывать Старого этого воина Да куда ты? Ну, твою ж Блин Ну, давайте, ребят Ну, шесть секунд Давай проверим Сможем ли мы Успеем ли мы Не успеем Я не успел, ребята Из-за времени Да твою налево, блин Пипец Так хорошо все шло И на тебе По времени не успел Ну, что же, блин Будет уроком В следующий раз Буду брать тогда Свой стопроцентный отряд В котором Я уверен на стопроцент Во-первых И быстро И эффективно Он справляется С этими Боссами И прочей Швалью Других слов У меня просто Не находится Для этого всего Галемище Тут всякие Блин Проходимцы Давай Иди сюда Сейчас получишь По первое число Ронин Отлично Шикарно Давай-давай-давай Давай Наказывай этого Чушь Летающую Там Че ты идешь-то Идет Он такой Довольный Колобки Тоже Выбешивают Просто Выбешивают Он не успевает Даже подойти Ну Вот и все Вот и все Никаких проблем Не должно было быть Так Ну теперь я могу Спокойно забрать Награду свою Сундук Нежити В котором Нам выпадает Ерунда На самом-то деле И у нас И у нас Территория Захватчиков Ну что, ребят Территория Захватчиков Значит Будем Можно вот этот Отряд взять Почему? Потому что Здесь у нас есть Танк У нас есть Противовоздушки Ну именно Садник На журавле То, что у него Здесь Страж Ну да Неприятно Ну я думаю Что паладин справится Единственное Что паладину Нужна будет Поддержка Это будет у нас Тыквоголовый Ну что, давай проверять Блин, слишком 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 далеко стоит Не достанет Такого Головый до него А вот так Вот если мы сделаем Вот так вот Достанет Так очень даже Хорошо достанет Ну я думаю Что тут все Даже если он будет Вызывать здесь Стражника Мы все равно Его быстренько Будем уничтожать Потому что Если там будет Выходить Вот эта Жаба с пушкой Тыквоголовый Его сразу Будет Приструнивать Ну в принципе Ты видел Что вышло Ну такая вот Стратегия Довольно Примитивная Но в то же время Эффективная Это касается Даже этого отряда То же самое Тритон Он вообще Ребят Без поддержки Никто Он ничего не может Сделать Сам по себе Поэтому Если ты Лишаешь его Какой-то там Защиты Он разбирается Например С одной Тычки От тыквоголового Ну если Конечно Он на себя Щиты не повесит А он Я вот не помню Он по-моему На себя не умеет Вешать щиты Они опять По старой схеме Да Ну давай Тыквоголовый Выходи Сейчас мы Этого Чудилу Притянем сюда Главное Чтоб он Щиты Не повесил Блин Он вешает Да ты Заколебал А Тритонища И все Ребята Он стоит Видишь Когда никого Нету Все Он сразу же Губы Надул Стоит Огорченный Вообще Шикарно Да тут Можно В принципе Ускоряться Его уже Тут Ничего Не спасет Просто Запинали Замок Ну что Переходим Тогда На Третий Уже Третий Поединок Вот здесь Вот Ребят Будет Посложнее В плане Чего Сложность Здесь Заключается Вот Этот Вот Бородавочник Он По себе Очень Мощный Особенно Когда Делает Разбег И Вот Удар Бивнями У него Тоже Очень Сильный Сейчас Посмотрим Кого Он Вызовет В первую Очередь Давай Я Наверное Вот 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 Я про Это И говорил Просто Просто Бесявый А Ты Посмотри Он даже Паладину Ребят Наносит Огромный Урон Посмотрение С другими Юнитами Я считаю Что Это Огромный Урон Так Иди сюда Бородавочник Ты Запарил Уже Заморозим Стражи Угу Тот Издалека Пулял Но До него Все Так Дошли Брызги От Тыквы Ну Давай 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 Там Бомби Его На всякий Случай Притяжение Здесь Делаем Да Сейчас Тыквоголовы Разнесут Замок Своими Этими Волнами Потому Что Когда Тыква Взрывается Она Не просто Бьет По одному Юниту Она Еще Обхватывает Большую Территорию И Поэтому До Замка Вполне Хватает Так Ой Так Подожди К Хищнец Хищнец И Что Что Тут Сделать А Здесь Энергии Нет Блин Ну Тут Со Стражем Драться Я Что Не Помню Этот Отряд Сможет Справиться С Хищнецом Вряд Вряд Л Почему Потому Что Всего Лишь Один Танк Друзья Давайте Тогда Этот Отряд Все Так Брать Ну Чтобы Лишний Раз Не Рисковать Хотя Подожди Ну В принципе Да Должно Пойти Должно Пойти А успею Я Должно Пойти Да Нормально Но Насколько Я помню Он Еще Сейчас Вызовет Да Опа Отлично А тут Мы его Вот так Вот Встретим Ага Есть Быстро Очень Быстро Самое главное Эффективно И Последний Ну Последний Сам Понимаешь Тут Уж Берем Этот Отряд Аж Тут Смотритель Как бы С ним Особо Сильно Баловать Нельзя Начнет Тут Кочеврижиться Захватывать Своим Взглядом Всех Блин Это Хорошо Ребята Что Здесь Он Вышел Просто Так Я тут Сижу Рассусоливаюсь Ё Просто Зачем Я так Сделал Молодец Красавчик Ронин По красоте Ты посмотри Как он Наносит Урон Офигеть Этот Бородавочник Совсем Оборзевший Просто Оборзевший Давай 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 Беги На Хорош Хорошо Мы ему Повели Тактическую Атаку Ну что Остается Забрать Нам Только Награду И переходить На Следующую Территорию Так Ну тут Только Кристаллы Меня Интересуют Остальное В принципе Ерунда Ага Долина Подданных Ох ты Ох ты Значит Здесь У нас Блин Давай попробуем Этим Отрядом Здесь У нас Бандит Значит Да Будет Блин Плюс Мечник Еще Что Ли Ой-ой-ой-ой-ой-ой А нет Все нормально Фу Я уже думал Ребят Не этот Переборщил Думал Что с этими С выходом Хе-хе-хе-хе Бомж Блин Захотел Думал Сейчас Втихушечку Перейдет Да и Бомбанет Но Не тут То было Не тут То все Это было Друзья Мои Ай Пошел Такой Деловой Идет Думал Сейчас Я ножичками Там Подщикаю Всех Проявляется Тут Как раз На него Ползун Летит Со всей Скорости Вот так Вот Ну что На втором Этапе У нас Какие Там Ну Понятно Крестьянин Опять же С крестьяшками Очень хорошо Справляется У нас Фехтовальщик Просто Их рубашит Одного за другим Как колбаску Рубит Но Эй Как колбаску Блин Рубит Ой 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 По моему Ребят Попал Вот это Я попал Друзья Вот это Я Не Подрасчитал Чутка Рика Прикинь Просто Чутка Не подрасчитал Поэтому На ускорение Ребят Ну это Я сам Виноват Тут я Тупанул Во-первых Фехтовальщик Как тебе Даже Объяснить Я не знаю Он не успел Дойти до Крестьянина И крестьянин Спрятался За Мечником И за Его спиной Начал Нашего Фехтовальщика Накумаривать Вот То есть Вот в этом Была проблема Он не успел Атаковать Точнее Не то что атаковать Он не успел Уничтожить Вот 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 Ребят Опять Та же Самая схема Поэтому Делаем Таким Вот Образом А дальше Что Дальше Вот так Вот А в тот Раз Я просто Не успел Ну а дальше Сам Понимаешь Все На изи Кто Интересно Тут победит Понятно Фехтовальщик Фехтовальщик Победил Ну что там Вы делаете Запарил уже Лезет Этот Воришка Как и всегда Не вовремя И Послед А Какой Последний Я имею ввиду Последняя энергия На нашем отряде Но здесь Конечно Тоже Маг Этот Лезет Ну Маг Сам Понимаешь Ватный Он не успеет По-моему Среагировать На Ползуна То есть Ползун его Быстрее Шваркнет Чем он Выстрелит Да Блин Сделаем Вот так Вот тогда Раздевается Да Надо мной Давай здесь Так сделаем Ползу Ну Хорош Давай сделаем Таким вот образом И Эй А че вы не бьете Это Нормально Все Бьют Клетка И Добили Получается У нас Блин Энергии Больше Нету А у нас Лишь Четвертый Поединок Ну Давай Тогда Наверное Отыграем Вот этим Составом Здесь Тыквоголовый По крайней мере Есть Будет Будет Эту Жрицу Как говорится Кирдыки Делать Ну А мы Начнем Ну че С паладина Сейчас посмотрим Кого он первым Блин Понятно Как всегда Этого своего мечника Вызывает Крестьянина Замызганного Значит Надо Набрать Ребят Тыквоголового А что Еще Остается Это Сейчас Будет Его Захиливать Там По-моему Не по-детски И Этот Идет Еще Блин Да Как Все Не вовремя Успел Тыквоголовый Ты красавчик Он успел Все-таки Бомбануть Опять Все за старое Да Идет Идет Как будто Я не вижу Что он там Идет А вот тут Не сработало Всех Покорежил Ну колбасьте Вы там Всех Опять Он идет Ну тут Хотя бы Прикрытие У нас Офигенное Есть Так что Ничего Он там Не Смотри Стоят Там Стеной Где-то Одного За другим Вызывает И Энергии Главное Хватает Прикинь Вызывать Постоянно У меня Так Лично Такого Не Получается У меня Должен быть Какой-то Примежуток Времени Чтобы Например Вызвать Следующего Кресянина А он Шпарит Ну что Ребят Тут Наверное Нам Надо Как-то Успеть Прокачаться До Друидки И уже С друидки Идти Против Короля Специально Что ли Так Вот Делаете А Давай 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 Оп Сюрпрайз Такой Тебе На голову Сейчас 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 Я хочу Друидку Взять Уже Идти Сразу С ней Да Блин Запинали Что-то Там Своими Ножичками Чик 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 Ничего У него Не Выходит Иди Сюда А вот Ребята И король Вот Смотри Смотри Как Его Уничтожается Да Вообще На Изи Король Против Друидки Это Ни О чем Ну Опять же Ребят Старая Друидка Хороша Чем Когда Ее Охраняет Когда Армия Есть Крупная Армия Тогда Хорошо Один на Один Конечно Она Не успела Хотя Если Тотемы Ну Опять же Она Тотем Один за Другим Не ставит Хотя Она Заход За Один Свою Змак По-моему Три Тотема Сразу Уставляет А Король Насколько Я помню Пробивает Весь ряд То есть Он Может Одним Ударом Пробить Три Тотема Добраться До Нее И Не знаю Спорные Конечно Вопросы А видишь Тут Нет Такого Чтобы Проверьте Босса На Босса Чисто Один На Один И Подгадать Так Ты Не сможешь Чтобы Остались На Пуле Боя Чисто Вот Мой Босс И Вражеский И Посмотреть Кто Из них Сильнее Так Ну Что У нас Есть Вот Тут Так Джиггернаут Значит И Ну Давай Возьмем Наверное Этот Отряд Наш Супер Пупер Ну По крайней мере Здесь Нету Толкателя Что Само По себе Уже Приятно Начинаем По Стандарту Ну Да Джиггернаут Он сам по себе Блин Жесткий Типок Конечно Вот То Что Отражение У нас Есть Это Вообще По Красоте Это Прям Вообще Балдеж Ну Да Ядрен Матрен Ну Как он достал Толкать Отталкивает Все Уничтожили Давай дальше Тогда А вот Толкатель Твою налево Я думал Что его не будет Здесь Но Видимо Я рано Веселился Этот Отряд Против Толкателя Вообще Неэффективен Вообще Неэффективен Придется Тогда И этот Брать Да Блин И этот Тоже Отряд Ну Как Если Только Через Маговоина Потому Что Ронина Он Уничтожать Будет Быстро Он Ударяет Все Вот в оглушении Встает И Ничего Ты там Не сделаешь А он По-моему Сейчас Как раз И будет Сразу Вызывать Вот Сейчас Начнет Свои Эти Есть Он Опять Этого Хлыща Вызвал Робота Разбомбили Все Чумнуха Сделал Последний Плевок И Замок Рухнул А вот Тут Так Как Быть Хотя Ты знаешь Ну да Тут Робот С Ракетой Этот Отряд Совсем Ну Как Не Предназначен Для Робота С Ракетой И Вообще Тут Один Джиггернаут У него Тоже Поэтому Можно Даже Как На равных Сыграть Попытаться Что Я В принципе Попытаюсь Сделать И Вот Фехтовальщик Блин Так Он Чухаря Вызывает Блин Это Беда Будет Сейчас А Мы его Уничтожили Не успел Он Значит Все Так Да Тут Надо Вызывать Нам Скорее Всего Жнеца Вот Тут Он Успел Все Так Сделать Что Я не пойму Их там Двое Что Ли Вот И Все Нормально Мы так Поймали Два Джиггернаута В клетку Ну Что Там Мой Жнец Уж Больно Долго Колбасил Вражеского Джиггернаута Ты Видел Прям Вообще Долго Четвертый Этап Так У нас Друзья Есть Где Энергия Откатилась Нет Нет К сожалению Нет Ну что Друзья Мои Тогда Будем На сегодня Закругляться Всем Всем Большое Спасибо За просмотр И до Новых Скорых Видосиков Друзья Друзья